доброго времени суток друзья мои у меня вот тут как обычно целая череда утренних дел некоторые из которых я озвучить постесняюсь вот например на этом шкафу сидит рыжий кот ласточки вернулись хочет их поймать мне надо сейчас вот эти все шкафы одному перетащить на ту веранду но я я не собираюсь вас сегодня удручать своей гумозной мордой не умытый не причёсанной в куфайке в которой трое померло я расскажу вам историю многие просят я даже сел в полку не взял буду ходить показывать вам свое хозяйство не в переносном смысле а в прямом все будете плохо себя вести покажу в прямом или в переносном ну в общем то буду рассказывать вам историю все же просят давай давай stories запили слушайте в давние времена кстати тут корову требует мужчину у меня с услуги как она истошно орёт в давние ветках ветхо христианские времена жил такой святой подвижник если я не ошибаюсь если они перепутала эту историю из потеряка слышал лет 25 назад она мне зашла в сердце в душу и ум но и на именно у меня память плохая тогда я так тогда я еще намного меньше знал чем сейчас вот и поэтому могу перепутать имена не обессудьте но папа содержание я ничего не перепутаю вот там у нас еще коровки гуляют соседский если я не ошибаюсь подвижника сего звали антони великий жил он в пустыне египетской это и удивительный период христианского христианского бытия когда вера христова запечатлена была многотысячными мученическими жертвами когда она была гонима там до константина и там люди прятались по катакомбам по призванию апостола по воззванию многие уходили монашество вот антоний великий до такой степени уже был освященным человеком что его даже называли богом на земле он творил чудеса там воскрешал мертвых исцелял больных жил в пустыне питался травками был игуменом если я не ошибаюсь монастыря какого-то с очень строгим уставом в пустыне египетской жил величайший подвижник церковь немногих называет своих угодников великими много у нас мучеников преподобных и богоносных отцов ну чтобы там великий там буквально единицы вот антоний один из тех кто за 2023 года прославился до наивысшей степени славы простите за тавтологии стал великим ну так вот к этому этому величайшему старцу ночью было видение что в монастыре который находится в этой же пустыне предположительно египетской женском монастыре отошла ко господу святая подвижница и когда умерла на землю она вознеслась на небо как огненный столб то есть вот прям запечатлев свою кончину земной жизни запечатлев восхождением ну как сравнимым там с пророком ильей на на огненной колеснице и он был очень удивлен не ходи за мной чудовище не ходи не ходи за мной даже сказать спокойно нельзя за мной ходить все все он был очень удивлен как так он не знал что за подвижница в соседнем монастыре проживает и соответственно послал туда там послушник или келейник своего горит или женский монастырь узнаю матери игумени кто сегодня отошел ко господу чтобы хотя бы быть в курсе что за святые люди проживали по соседству этот послушник пошел монастырь дошел до него не знаю там как и на каком он был расстоянии три километра или три дня пути ну короче он пришел туда естественно антони великого там знали вот он сказал матери игумени что ну вот так и так антонис святитель преподобного антони был сегодня видение что кто-то из ваших там монахинь представился к господу и как огненный столб был взят на небо прямо в руце божие в рай так сказать в отверстий попал и тогда игуменя ну сделал удивленный вид сказал да да нет вроде бы все живы собрала собрала всех сестер в трапезный там или где они там все пересчитались пересмотреть год у нас все на месте ну как так ошибки быть не может чтобы прозорливый старец антоний обознался такого быть не может ну давай еще раз подумаем в общем короче с нескольких попыток они поняли что сегодня под утро они нашли труп проститутки которая пришла поступать и монастырь они естественно не взяли то что она была знаменитая блудница в этой местности в этом ближайшем городе не знаю какой там был город каир там или чё и в общем то это она несколько дней там плакала в слезах молилась просила чтобы и взяли в обитель но ее не приняли и она так около дверей и скончалась это проститутка блудница говоря церковным языком и такое сильное было у нее покаяние настолько сильное было раскаяние настолько сильное было перерождение внутреннее душевное что как облик как огненный столб вознеслась на небо это как утренней молитвы говорит с подобными с подобными господи возлюбите тя яка же возлюбив иногда той самый грех и послужите тебе яка же прежде послужил сатанель стилу никогда не поздно никогда и разбойник покаявшийся на кресте в царствие божие вошел первым из всех людей и мытарь вышел оправданным с сердцем сокрушенным и смиренным и мария египетская над землей во время молитвы возносилась будучи нимфоманкой в прошлом покайтесь приближе бойся царство небесное и антихрист в виде искусственного интеллекта декоратива